Если бы я че-нибудь из того, что я говорю, сказал бы, например, в Америке, то мне было бы гораздо хуже, потому что Америка гораздо менее свободная страна, чем Россия. Увы, это так. Так, всем честь, пане и панове. Это хороший комплимент, я его понимаю. Call of Duty. Там-пам, так. Опять все скачут в этом хроме, непонятно что. Артемий, стоит ли Кириллу купить кота? Кактус Ченел? Конечно, покупайте. Кот, это всегда хорошо. Какие гонки? Трудно ли поддерживать цвет волос с течением времени? Да его никак не надо поддерживать, он вымывается, высветляется, а потом волосы отрастают, я их состригаю и потом крашусь заново. Здравствуйте, Артемий. Проходил ли ты ораторские курсы? Нет, не проходил. Я даже не очень себе представляю, можно ли реально что-нибудь на ораторских курсах получить полезного, кроме того, что у тебя просто денег снимут за то, что якобы... Ну, то есть, если у тебя нет мыслей, ты не умеешь их формулировать, то тебе, скорее всего, ораторские курсы тоже не помогут. Единственное, что нужно для того, чтобы говорить, это иметь, что сказать. А если ты еще специалист, если ты, глядя на материал, можешь его оценить, если ты понимаешь, как работают мозги у других людей и в состоянии это изложить, то, в общем-то, вот тебе и весь контент, больше ничего не надо. Ты конфликтный клиент? Нет, я не конфликтный клиент, но я требовательный клиент. Поэтому я не даю людям ебать мне мозг, если они вдруг становятся моими поставщиками. Передай привет Самаре. Самаре привет просто там... Когда в Сарове. Я не думаю, что там прям так уж сильно что-то меняется. Я достаточно подробно, хорошо его изучил. В ближайшее время... Туда пока не собирался. Типа, что он закрытый, у меня там знакомых сейчас уже нет. Кром обновляется сам. Ну, окей, обновляется сам. Я его вроде закрываю время от времени. Добрый вечер. Болею ковидом. Восьмой день изолировался с работой интернетом. Сергей Спиридонов. Сергей, желаю вам скорее выздороветь. Все люди, которых я знаю, которые заболели ковидом, недельку посидели и оклемались. Ничего страшного с ними не случилось, никто не помер. Ничего на свете, в общем... Были проблемы и похуже. Просто острая форма, тяжелый грипп, короче. Вот весь ковид. Тема, когда заканчивается бан на Украине, ждем в Одессе. Илья Сергеевич. Обязательно. Я просто мечтаю. Это первое... Я прям даже не в Киев прилечу первым делом, а в Одессу. И сразу пойду куда-нибудь в ресторан Дача, и сразу там просто нажрусь оливье с борщом, просто чтобы мне было хорошо. Надеюсь, правосеки меня там не убьют топором. Так, как относится к дизайну, ориентированному на объекты? Я не понимаю вопроса. Все приветы, пожалуйста, через донаты. Ссылочка в описании. Кто хочет передать приветик, пишите туда. Всего 195 рублей, и привет у вас в кармане. Половина денег пойдет на благотворительность. Ссылка на донаты находится в описании к этому стриму. У нас 19 часов 32 минуты по московскому времени. Идет бизнес-линч в прямом эфире. Будет идти до 9 часов вечера. Разгребаю заявки, комментирую дизайн, отвечаю на вопросы, передаю привет. Ссылка на донаты находится в описании к стриму. А также для особо ленивых есть вот этот вот кварт-код. Можно его просто отсканировать и сразу перейти на страницу с донатами. Очень удобно. Я думаю, что часть публики сидела и думает, что за кварт-код. Ну и пусть им даже лень смотреть. Этот кварт-код сразу переносит вас на страницу с донатами. Да. Приглашаю туда. Ну то снова. Снова так. Не меньше, чем я. Сашка. Тема, привет. Мне 26. Работаю абсолютно скучно. Разрабываем на удаленке. Стоит ли инвестировать время в развитие себя в соцсетях, даже если писать не о чем? Типа, дорога возникнет под ногами идущего. Ладно. Стоит инвестировать время в развитие себя в соцсетях. Если не нужно страдать, то как бы и нечего развиваться. Я считаю, что каждый человек, который не может не писать, не может не фоткать, не может не формулировать мысли, тот те люди, которые не представляют главный генерённый контент. Это люди, которые не лучше сказать. В общем, лучше, наверное, им быть подписчиками и зрителями. Потому что нет ничего хуже бессмысленного графоманского просто ради галочки контента. Смотрите все твиттеры политиков, которые какой-нибудь в себе эффект какого-нибудь округа, который сидит в каком-нибудь и что-то там должен вести в своем твиттере. Вот настолько же он никому нахуй не нужен, как и человек, которому нечего сказать. Малина. Добрый вечер. Заканчиваю архитектурный колледж, пытаюсь решить, что делать дальше. Куда поступать? Или стоит сразу идти на работу? Какие программы изучать для дизайнеров-архитекторов? Что посоветуете? Малина. Я советую идти всегда на работу. Если нет опыта, идите под мастерьем. Присутствуйте при каком-нибудь другом деле, тогда вы создадите камни. Надеюсь, какие-то возможности, которые можно будет реализовать. Возможности в России просто овер-пиздец как бы вы. Светослав Б. Великобретенный уровень. Так. Артемий, как можно сотрудничать с вами, не имея высшего дизайнерского образования, но имея огромное желание работать дизайнером? Дорогой Хубанов, я в своей жизни ни разу ни у одного человека не спросил диплом и не спросил, какое у него образование. Просто потому что мне это неинтересно. Мне совершенно не важно, потратил человек пять лет на какой-то вуз или не потратил. Мне важно, что человек умеет делать. Если он талантливый, если он делает опытаный дизайн, я его хочу и я его беру на работу. Абсолютно мне похуй, кто на эту тему живет, кто считает, что нельзя бросить без образования, мне абсолютно насрать. Я сам в состоянии оценить качество всего, что я в жизни получаю. Мне не нужно для этого постороннее мнение, а тем более какой-нибудь сертификат. Потому что если я вижу, что чувак работает хуёво, а у него есть 100 дипломов, для меня это тоже ничего не значит. Имеет значение только работа. Поэтому если вы умеете делать дизайн, и у вас нет никакого диплома, а также вы не умеете читать и писать, мне абсолютно все равно. Потому что охуенный дизайн мне нужнее, чем ваши навыки и чем ваши справки и сертификаты. Артемий, были ли вы в городах Мексики, которые полностью... Артемий, мы уже тут вылез. Да, был, это самый, надо сказать, город, где самый большой порядок. Алло, здесь у меня пуляпи. Так. Что в мешке на фоне? Там копейки. Там 42 рубля, по-моему. То есть, сам Писсуару, так? Альба Труков там меньше. Не важно. Сделали бы сайт для крутого маньяка. Нет, не сделали. Когда в любимый Омск, пока не планировал. Ах! Блин, вы в Звездном городке. Я был в двух... Есть в России два злотных городка. Один у Кололева, другой где-то в Пермской области. И в Звездном городке, который у нас тут в Кололеве, я даже летал в невесомости. Кстати, охуенный эксперт спорта. Если тебе предложат сделать новый дизайн для статуи Родины Мать, возьмешься с вами Команей. Нет такого заказа, нет такой задачи, ее не надо переделывать. Смысл абсолютно не в этом. Каждую неделю спрашиваю, как она откроет Шенген. Мне кажется, что Шенген откроют... Я не удивился бы, если с 1 января. Потому что маразм уже до такой степени просто охуевший. Оно, скорее всего, может быть, типа, даже 1 ноября или там 15 октября. Но пока что человечество показывает худшие стороны. Самый большой маразм из всех на свете происходит прямо на наших глазах. Просто удивительная хуйня. Я очень хорошо понимаю людей, которые в Германии выходят на улицу с протестами против каких-то мер, потому что в Германии вообще просто людей сгибали совсем в конец. Ну, потому что насколько в Москве все свободно и красиво вообще делаешь, что ты, блядь, без маски вообще собирайся толпами. Все, все забыли, что уже был какой-то карантин. Только везде наклейки висят по полтора метра. А так всем, конечно, поебай. В отличие от, блядь, Бельгии, где я просто, где сосед, где сделаю циньджаня, что у тебя маска спущена с носа. То есть, полные люди еле... Ну, попросту. Она вот не пришла на шару. Там, там... А я и ушла. Спасибо за вашу подборку новостей. Где вы ищите источники, спрашивается там Слава. Источники все, как вы понимаете, открыты. Они в интернете. У меня каждый раз, когда я комментирую какую-то новость, я читаю только заголовки новостей, больше ничего не делаю. И снизу у меня написан источник, откуда это взято. Вот, собственно, там и есть набор моих источников. Ах! Ау! Ахими, вы не были в Армении. Как это я не был в Армении? Я был в Армении, конечно. И с людьми встречался, и поездил. И, в общем, довольно неплохо я там ее поизучал. И даже в Пятак съездил. И на озеро Сиван тоже. Не говоря уж, конечно, пора. Ну вот, вот так. За столицу. И про ее отель Мариотто. Он называется Мариотто, но на деле, конечно, будет треш. О! Хочешь? Хочешь нахи скинуть? Ну, я могу его, наверное, вообще. Что европейский стандарт, что нет? Ну, смотришь, попросту мне маски надо, он на добрые глаза дамяже. Я вообще не считаю, что и пить от европейский, и он какой-то прямо особо священный. Потому что в каком-нибудь... В Франции. В Корее, например. Южный. Там абсолютно охуенно. Потрясающая страна. Совершенно не европейская, поэтому отличная. Гораздо круче какой-нибудь... Я такого не видела? Ага. Ты думаешь по поводу дизайна промышленных хорбробов? Ну, ничего, ну, типа, хороший робот, хорошо, классик и лук. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Тревел. И там есть все мои рассказы, которые уже озвучены. Там в том числе есть ДНР и ЛНР. Лилия Бигти. Спасибо, пожалуйста, Лилия. Сергей. Привет, Сергей. Вот. Энгри Сигал. Привет. Нужно ли занимать ребенка кружками и т.п. Ловковки считают давать 2 часа в день свободного времени, даже если занимается ерундой. А Степанова советует 100% времени занимать. И здесь опытом. Я, конечно же, считаю, что не надо занимать 100% времени, потому что дети, они уже самостоятельные, они уже в состоянии. Если ребенок может 2 часа открыть сам себе занятия, даже если это тупление в айпад, то хорошо. Пусть сидит и тупит, потому что он все равно узнает там кучу всего. Даже из ТикТока дети получат огромное количество знаний, которые иначе бы они никакого не получили. Не нужно прикоснуться к этому процессу. И абсолютно не важно, чтобы в вашем детстве не было никаких гаджетов, никаких айфонов. Сейчас в детстве у новых детей есть то, что есть. Поэтому не нужно этому мешать, нужно это все давать. И когда эти дети выручены, они будут бояться следующих меня, там две рачки, они будут... Давай, шалай, шалай! Яаа! Парнофайни! Вы видели, что это было? Парнофайни! Мне нужно на это отвлекаться. Потому что дети справятся с любой современной техникой, которая есть сейчас. И, конечно же, детям нужно свободное самостоятельное время, нет капсулы. Кружки тоже хорошо при этом. Если у вас будет время, туда ребенка вози. Узбекистан. А-а-а-а! Шах 29. Артемелька, в студии висят флаги государств. Меня интересует флаг Узбекистана. Как он там оказался? Мы его туда повесили, потому что у меня в студии висят флаги тех стран, чьи граждане работают в студии. Поскольку один из сотрудников имеет узбекское гражданство, то он, соответственно, получил узбекский флаг сразу, ровно в тот день, когда он вышел на работу. Там же висят флаги и Израиля, и Японии, и Америки. Все граждане этих стран работают в студии. Как только они увольняются, соответственно, он складывается и кладется на склад до будущих времен. То есть, у нас актуальная вот эта выставка флаги. Афара Зимова. Тема, я такая женщина, как и ты, лап. Ingles Seagal. Как Медсидису ваше издание Бекеланд? Да, он вообще в курсе, какое оно крутое. Видела на Амазоне, на английском максимально не привлекает этой книжке. Да, Медсидис Гарри видел, конечно же, эту книжку. И, конечно же, он ее одобрил. И я надеюсь, что ему нравится оформление. И он, кстати, по-русски понимает. Так что я надеюсь, что перевод тоже отцелится. Па-па! Сергей Спиридонов. Спешу закинуть все для Линча на Яндекс-Диск. Еще же принимаете на сегодня? Да, Сергей. Не-не-не-не-не-не. Я там забью. Потому что у нас еще есть час, то уж точно надо пахнет. Так, Дима, привет. Наташа. Чем занимается продюсер YouTube-канала? Он занимается самыми разными вещами, в том числе разными связями с разными рекламодателями, в том числе поиском реквизита, организацией людей и так далее. Наташа. Артемий. А, это уже было. Так, Дмитрий. Артемий, когда посетите Муром? От Москвы недалеко и город довольно симпатичный. Очень жду рецензию на ЖЖУ. Да, кстати, вот Муром это, наверное, единственный такой знатный, известный топоним, который я как-то почему-то обошел в своих путешествиях. Надо обязательно съездить в Муром. Егор. Артемий, как вам Панама? Какие минусы в этой стране? И что понравилось в Муром? Никсон Забич! Панама приятная достаточно страна. Я больше всего запомнил память Панамского канала, который достаточно эпичное произведение. Я запомнил то, что там абсолютно фантастические автобусы, которые водители украшают светодиодами. Просто это какая-то светомузыка на колесах. Просто нереальная. Такого зрелища, такого буйства. Ну, как в Индии и в Пакистане грузовики, которые раскрашены, значит, крашкой. Там в Панаме, соответственно, такое же, только светодиодное светопристаллое. Не знаю, наверняка где-нибудь в Ютубе все это есть, можно посмотреть. Так. Виктория Цветкова пишет. Привет, муж, я тебя люблю. По скриптам смотрим стрим. Спасибо, Тёма. Хорошо. Виктория Цветкова передала привет мужу. Так. Передай привет Олегу Постоеву. Привет Олегу Постоеву. Одного Олега Постоева я точно знаю. Радик Хамедулин. Привет из Татарстана. Поселок Ахтюбинский. Есть. Оля. Привет, Тёма. А насчет сидений в самолете. Так делали для того, чтобы наградного обсужира получалось подозревать у другого. Правильный ответ. Нет, Оля, это неправильный ответ. Потому что, конечно же, люди стараются как можно больше народу запихнуть, но складывание кресла до конца связано с засовыванием ног под голову впереди сидящего человека. Таня, стоит ли переезжать в Барселону? Как вам вообще этот город? Таня, смотря откуда, я знаю людей, которые переехали в Барселону и счастливы. Я бы, наверное, там помер со скуки через неделю примерно. Да, потому что мне вообще за границей скучно. Ты все врешь, путинский халуй, пишет. Хватит ебать людям мозги. Хотите сказать, что ваш бухгалтер не имеет профильного образования, ваш специалист по охране труда не имеет удостоверения сертификата, с другими словами. Я хочу сказать, что получение нужной справки, типа, если архитекторам нужно иметь справку с РО, то, конечно, они это с РО получат. А если кому-то нужен какой-то сертификат или какое-то удостоверение, конечно, люди пойдут, сдадут тест и получат его. Речь шла про высшее образование, которое очень мало у кого профильное. Спросите вашего бухгалтера знакомого, какой он закончил университет. Закончил ли он просто бухгалтерские курсы, или у него специально там, в каком-то при Министерстве финансов профильное там заведение посетил. Ну, короче, абсолютно одно к любому не имеет отношения. У меня, например, есть права, которые мне дают разрешение на управление парусной яхтой, и это не значит, что у меня есть высшее образование. Правда? Правда. Лилия Бикты. Артемий, посоветуйте, пожалуйста, как дизайнеру всегда быть вдохновленным и продуктивным. Спасибо. Даже не знаю, что сказать. Наверное, надо, чтобы все время были заказы. Сидишь и делаешь просто работу. И, наверное, еще очень важно не пытаться как-то так свой мозг напрячь, чтобы типа, он рожал какие-то гениальные идеи. Потому что все равно мозг так не работает. Вы не можете так и произвести что-то гениальное. Ты просто сидишь, читаешь книжки, просто смотришь по сторонам, просто общаешься с людьми, просто весь опыт, весь ассоциативно-прецедентный багаж этой разнообразной жизни впитываешь в себя. И потом просто, когда к тебе приходит задача, а ты просто хуяк, эту задачу решаешь. Я вот живу так и всем пропагандирую этот легкий образ жизни. Он не может быть. Вполне работает. Начинать надо с чего-то простого, потом постепенно усложнится. Глеб Панфилов. Привет. Тяжело ли увольнять людей? Нет, Глеб, абсолютно не тяжело. Тяжело только первые, может быть, пять раз. Потому что потом надо помнить, что увольнение от слова воля. То есть, вы человека освобождаете, отправляете его на свободу, а не заковываете в кандалы и не расстреливаете. Поэтому увольнение нужно рассматривать просто как небольшую переконфигурацию. Сейчас так, завтра сяк. Ничего страшного. Тема, какой бизнес развивать в провинции или усилиться в скиллах и пойти работать наймом в компанию? В провинции, мне кажется, вообще проще всего, потому что ты сидишь, у тебя природа, свежие огурцы, птички поют, река, лес, все дела. И при этом у тебя есть интернет. Ты пришел в Москву, и в Москве огромное количество суперпотреблений, суперкадровый голод, огромное количество денег, которые люди сидят и ждут, кому бы отдать. В провинции, те, которые поняли эту фишку, они зарабатывают охуенное бабло. Можно, сидя в Усть-Пиздюйске, получать 200 тысяч из Москвы. Как нехуй делать вообще абсолютно? Нужно всего лишь освоить те профессии, которые нужны мы с печатом. Например, если вы пишете охуенные тексты, у вас точно не будет в жизни никакой проблемы, вы будете всегда трудоустроены, в общем, до конца жизни и получать деньги. При этом можно не тратить московские деньги, а сидеть на своих Усть-Пиздюйских тратах небольших и быть счастливым. Коксей, вечер добрый, ты инвестируешь в сторонние проекты, в стартапы. Нет. Дядя Игорь. Тема, какой бы флаг повесили лицу без гражданства? Привет из Эстонии. Если вы имеете в виду, у дяди Игорь, что у вас в Эстонии паспорт не гражданина, то я бы все равно повесил бы на лицом свой флаг. Или, может быть, флаг Советского Союза в пожелание. Игорь. Хотите рецензию? Платите за рецензию. Так, Farm2Gener мы посмотрели. У нас следующая заявка от Игоря. Андрей Тихий тем временем. Фаня, фаня. Уничтожаю дожару фаня, бо я не имею пенянзы. Олег Елизаров, ты мне отправил так и ссылку на сайт, не разобрался, как правильно получить ваш разбор. Он скоро состоится, наш разбор. Это вот Bennett. Ну вот так и я бендом минусе особо пенян, да. Ах, там пенян заряд, а ты Не Sprache. Ну, то есть, знаю ли. Ах! О! Какой шанс, ступай сегодня. У меня никто. Красивый сайт визитку, есть два варианта. Первый вариант у вас не загрузился, сайт не поместился у нас есть производство программ непонятные вот эти вот спецэффекты довольно ужасно это все какая-то эстетика видеокамер восьмидесятых которая сейчас не имеет никакого отношения к современному видео плохая идея плохая стилизация бежит секундомер который показывает сколько мы с ним на сайте контакты ну это хотя бы нормально идет то что нормально вот можно так крупно показывать студия звучания понятно никаких рубрик нет выглядит как сайт который просто содержит телефон я бы не делал ссылку контакты потому что это лишний клик на страницу я бы сразу вот эту инфу повесил бы на главную страницу просто инфа зачем здесь нужно делать страницу с контактами присылайте первую страницу неработающую так юлиана присылает нам интересное ваше мнение спасибо так юлиана гляна никурина из-за фандер общего и энн интерьер студио заградет в деталку и сборку европейон дизайн институт так что это не веб-дизайн а графический дизайн вот так обычно оформляют буклеты на вебе это смотрится довольно плохой шлиф все очень залипается вот так вот вместе как бы неплохо что у нас есть и текст и меню но вообще в целом это все выглядит немножко нелепо вот это вот подошли пункта проекты у нас почему-то находится где-то сбоку и мы должны вот так вот так в бок куда-то ехать это некрасиво тоже это не по вебовски вот айду форме ну какие уже симпатичные галерея примерно то же самое здесь уже без подписи без текста непонятно что это не ошибка классификатора следить за тем чтобы лучше поставить меньше картинок но разных я считаю я большой сторонник того что любые дизайнеры любые архитекторы любые которые делают изображение не стесняться своего изображения надо въебать картинку на весь экран потому что когда архитектор дизайнер показывает свои фотки которые размером купальщик конечно это очень грустно и неправильно конечно и вот даже здесь почему почему она не снимает весь экран только для того чтобы показать этот эффект со слайдами что типа мы видим кусочки предыдущих это совершенно не является такой большой ценностью у нас уже справа есть превьюшки в принципе этого достаточно нужно не стесняясь лепить картинки на весь экран чтобы прямо я изучил все еще дальше так вот сумелось и смотрел так короче опасная кнопка была короче говоря давай два миллиона я вас прошу два миллиона ну и на мой взгляд слишком слепая дёрстка за счет такого очень такого текста ну что это я не 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 Нажимаем, ничего не происходит, потому что это English, оказывается, надо было нажать на пункт русский. Ну, а здесь еще хуже. Кстати говоря, у... По-английски еще туда-сюда, смотрите, текст набран, но у него флаг справа, он рваный, что правильно и хорошо, и так хорошо читается, только когда мы подключаемся на русский, и у нас полная жопа. Потому что у нас вот такие получаются ебаные пробелы, только потому что текст выровнен по ширине, а по ширине никогда нельзя выравнивать. Это ошибка номер один. Здесь проблема, вот я хочу нажать на картинку, я должен нажать на картинку абсолютно в любом месте, в любом пикселе этой картинки, она должна увеличиться. А меня заставляют почему-то попасть в лупу.